Здравствуйте! На Пермском пороховом заводе ожидаются увольнения. Как стал известный коммерсант Приками, одно из крупнейших оборонных предприятий региона намерено сократить почти 200 ставок. 43 ставки с января, еще 147 с апреля. В отраслевом профсоюзе отмечают, что это связано с неполной загруженностью. Речь идет о производстве и выпуске спецпродукции. По данным источников издания, руководство рассматривает также вариант перехода на укороченную рабочую неделю или укороченный рабочий день. Пермский пороховой завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, сферический порох для стрелкового оружия. Гражданское производство представлено дорожными и фасадными красками, акрилатами, полиуретанами. Мэрия Перми объявила конкурс на разработку второй очереди моста через Ягашиху. Речь идет о средней дамбе. Строительство моста станет продолжением реконструкции улицы Революции. Начальная максимальная цена контракта более 18,5 миллионов рублей. Как пишет бизнес-класс, подрядчик должен будет проанализировать не менее трех предварительных вариантов. Предложение нужно представить не позднее 3 июня. Полные комплекты документов заказчик рассчитывает получить до конца 2019 года. Добавлю, ранее заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич заявлял, что после строительства второй очереди моста через Ягашиху можно будет начать реконструировать перекресток с бульваром Гагарина с прокладкой трамвайных путей по революции. Специалисты Росконтроля проверили Буженину. В исследовании принимали участие торговые марки Мясницкий ряд, Рублевский. Каждый день Ремит, Мясной дом Бородина и Ближние горки. Продукцию тестировали по более чем 50 параметрам качества и безопасности. Как пишут известия, в Буженине каждый день эксперты обнаружили золотистый стафилококк. Его источником мог стать больной человек на производстве или сельскохозяйственные животные. В Буженине Мясницкий ряд найдены бактерии группы кишечной палочки. Также нарушения по микроорганизмам зафиксировано в Буженине Мясной дом Бородина. В образцах марок Ремит каждый день Мясницкий ряд, Рублевский и Ближние горки обнаружено меньше жира, чем указал производитель. Налоговики запретили переводить деньги Азина Тритопора. Как сообщают ведомости, Федеральная налоговая служба запретила банкам и платежным системам переводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино. В декабре 2018 года компанию организатора включили в список организаций, которые проводят азартные игры в нарушении закона. С 14 января банки и платежные системы должны отклонять переводы на имя этой фирмы. Добавлю, Азина Тритопора стал крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео в первой половине прошлого года. В основном рекламу казино можно увидеть при просмотре пиратских копий фильмов. Курсы валют на 16 января. Доллар 67,08 руб., евро 76,94 руб. На этом у меня все. Удачи в делах!